Сломанные и разбитые ступеньки, мусор и невыносимый запах – так выглядит большинство подземных переходов Одессы. Пройти здесь – настоящее испытание. Многие не рискуют спускаться, потому что не знают, что их ждет в темном мрачном переходе. Страшно, я вообще боюсь спускаться в пешеходный переход. От того, что нет ремонта или плохое освещение? Ну, во-первых, и освещение плохое, и, ну, не знаю, жутковатое. Я вот недавно была в Баку, и вот туда, когда спускаюсь в пешеход, там каждое место такое, знаете, красивое, национальное что-то. Хотелось бы тоже, чтобы если спускаюсь в пешеход, даже как у что-то старая Одесса была там, понимаете. Возле вокзала в худшем состоянии переходы подземные. А вообще как в темное время суток? Там безопасно? Опасно. Опасно ходить, поэтому мы проходим через просто светофор, где налоговая, где ДК Политеха. Есть и те, для кого преодолеть сразу две лестницы в подземном переходе – задача непростая. Особенно для пожилых людей, женщин с детскими колясками, велосипедистов и горожан с инвалидностью. Те, которые есть, да, у них страшно за... Дети, я думаю, что те, которые еще с советских времен, те приспособлены для инвалидов, допустим. Вот, кстати, мне этот вопрос актуален. А те, которые строятся сейчас, если строятся. Я вот сейчас не могу даже вспомнить на вскидку, что построено в ближайшие годы. Поэтому, конечно, этим надо заниматься. Части одесских переходов даже не оборудованы пандусами. А значит, одесситов вынуждают перебегать дорогу в неположенном месте. Прохожие шутят, что так даже безопаснее. Обновить нужно. То есть стены покрасить, потому что я тоже обратила внимание, там и трещины есть такое. Вот все, то есть это надо приводить в порядок. Недостаточно освещено. Стихийная торговля, мне кажется, еще кое-где есть сыра, как-то мрачно. Ну, пора обновлять уже переходы. Непригодные, темно, освещения нет. Ночью я не знаю, как там ходить. Слава Богу, я пока днем там ходу. Европейский опыт показал неэффективность подземных переходов. В большинстве городов их можно пересчитать по пальцам. И зачастую они совмещены со входами в метрополитен. А улицу можно перейти, не спускаясь вниз. К примеру, департамент транспорта Лондона еще с 2009 года начал замену всех подземных переходов. По крайней мере, там, где это возможно. Вместо них обустраивают обычные пешеходные переходы. Так безопаснее и чище. В идеале городские подземные переходы должны быть оборудованы лифтом или эскалатором. Это сделает их удобными и доступными для всех жителей города. Ну, а DC там на такие улучшения рассчитывать пока не приходится. Екатерина Лапицкая, Алексей Филиппов, Седьмой канал.